Здравствуйте, на канале ЛТВ программа... Блин, уж забыл. Всем привет! Сегодня все телевизиончики отмечают Всемирный День Телевидения. Ну, как отмечают, работают и, как всегда, на своем телевизионно-боевом посту даже в свой профессиональный праздник. Чтобы вы, дорогие наши телезрители, могли наслаждаться новыми и интересными программами. Кстати, премьера одной из них на нашем телеканале состоится уже завтра. А вот это как раз последнее приготовление к записи. Все стараются сделать так, чтобы в эфир вышли самые красивые кадры и звучали безошивочные тексты. Ну, а все остальное, оставшиеся за кадром, покажет программа «За кулисье». Действительно, очень часто телевизиончики работают без выходных и обедов. Многие питаются пищей духовной и бывают сыты только любимой работой. Ну, а некоторые приспосабливаются к обстоятельствам и решают проблемы на месте. Мы еще есть будем. Я здесь очень, я ничего не ем. Мы жуем хлеб. Спешим успокоить всех обеспокоенных, что во время съемок не один тот. Сорт не пострадал. Перчатки корреспондент сменил. А кулинарный шедевр собственного производства отдал на пробу своим коллегам. Кстати, наша коллега Светлана Кель – универсальный солдат телевизионного фронта. Во время съемок она умудряется не только питаться, но и спортом заниматься. Ну, хотя, как сказать заниматься? Есть и жевать у нее получается лучше, чем двигаться и бежать. Келью Тянем, тянем, школьники тянут, школьники тянут. Отпускать. До конца надо видеть. Теперь отпускаем. Отпускаем, что? Срываем питьеву, срываем, просто срываем, все. Ну, шестерку позвали. Ой, господи. А есть спецперчатки? Поправьте. Стрелять не прикладом надо. Раз, два, три. На 100 метровку. Конечно, я замахнулась и погорячилась. Осилила только метров 10. Это реально очень тяжело. Тяжело. Быть в хорошей физической форме журналисту крайне необходимо. Ошибочно мнение тех, кто считает, что корреспондент тяжелее микрофона, ничего в руках ты не держал. Ведь никогда не знаешь, что тебя ждет на съемке. Вот и меня однажды подвела слабая физическая форма. Тихо, не помогайте мне, Ирина, не помогайте. Я расскажу всех. Давай, 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 Лена, давай. Ну, как вы это делаете сама? Кстати, иногда журналисту необходима не только хорошая физическая форма, а не помешал бы еще и курс приемов самообороны. Вот хорошо, что все-таки наша Светлана Кель и ест много, и спортом занимается. Однажды ее сила, тело, духа и обаяние помогла не выйти замуж. Замуж поешь, вот честно скажу. Да, вот видите, какая непростая работа у журналистов. Кто-то на съемках от поклонников отбивается, а кому-то приходится томиться под жаркими лучами студийного света. Но больше всего попотеть приходится новичкам-ведущим. Сейчас будет, сейчас все офигеют вообще. Готовы? А что это за... Куда смотреть-то? Все. А как дышать-то? Ну что, брови не расчесалки. Так, вот. Блин, по-моему, я только хуже еще не делала. Нет, ты почему поворачиваешься-то? Да вы же издеваетесь. Так. Давай, прижимай. А, классная шутка. Я просто торможу. Многодетные семьи имеют право бесплатно получить участок земли для строительства дома, для... Что-то погнал, парня, да. А с недавних пор можно заявиться на получение социальной выплаты взамен участка. За восемь лет действия этой социальной поддержки ей вас... Да, за восемь... Да, вниз, можно? Что там я не читаю? Многодетные семьи имеют право бесплатно получить вот это вот все, вот это что-то как... Ммм, жарко. Блин, ну я ж не тупой, я ж умею читать. Что за фигня-то, а? А с недавних пор можно заявиться на получение социальной выплаты взамен участка. Так поступили еще шесть семей. И накануне в торжественной обстановке в администрации города им вручили свидетельство на получение денег. Амира Новоселова расскажет подробнее. Ура! Я чемпион! Да! Кто чемпион? Я чемпион! Ха-ха-ха! Вы там всей командой собрались, что ли? Сегодня врачи всего мира объединяют... Да что вы все меня пыняете-то? Я сейчас плакать буду. Ха-ха-ха! Именно они могут подарить человеку возможность успешно учиться в школе. Я говорю, успешно. Слушай, успешно. Да я хочу с первого раза. Ну типа как профессионал. Итак, работаем. Поехали. На этом наш выпуск завершен. Я благодарю вас за внимание. И напоминаю, что... Ха-ха-ха! Я сейчас расплачусь за меня, все расплачусь. Ах! На этом наш выпуск завершен. Я вас благодарю. Как называется памятный знак, установленный... А я тебе считал уже это, нет? Нет. Установленный напротив здание... Памятник хлебушку. Хлеб нашей памяти. Да! А памятник... Выбывает Ира! А памятник хлебушку... Самого неактивного поставили, да? Я считаю некорректно. Ну что, правда, так называется? Памятник хлебушку. Я поздравляю вас и ваших соратников в этой игре с первым местом. Вы первыми занимаете первое место. Первым... Да-а-а-а! Тамара, ты меня пугаешь просто, я теряюсь. Арбас! Знаете, как страшно? Так, а прыщ никто замазывать не будет сегодня, да? Мужики по обрезерению красивые. А, ну хорошо. Я готов, нет? Девчонки у вас страшные. Все девчонки. Что? Девчонки у вас страшные? Ну, знаете ли. Да все наши девчонки такие умницы и красавицы. А вот, кстати, еще наши девчонки умеют не только знаки внимания принимать, но и знаки дорожного движения понимать и даже мужчин удивлять. Используйся. Товень. Используйся. Используйся. А как поют наши девчонки, это же так потрясающе и даже сотрясающе. Мир телевидения интересный и заманчивый. Каждому хочется знать, что же находится по ту сторону экрана. И только у телезрителей программы «За кулисье» есть такая возможность. Помощников для съемок и записи программ у телевизиончиков хватает. За что им огромное спасибо. Но все же главным и незаменимым для ведущих в кадре является телесуфлер. Без этой волшебной штуки было бы сложно записывать программы, в которых много текста. Впрочем, и он не всегда помогает. Работаем. Вы готовы? Ну и что, а я нет еще. Готовы они. Включите эти штучки. Лампочки. Крупный. Общий. Все, поехали. Сегодня в администрации города состоялось заседание постоянной комиссии. О, сейчас буду сама сочинять. Здравствуйте, в эфире «Время местное». Меня зовут Андрей Самородов. К ним в гости сегодня отправились школьники, общественники и наша съемочная группа. Репортаж Светланы Самородовой. Чего? Какой Светланы Самородовой? Светланы Самородовой. Почему бы и нет? Я. Когда народ, объединившись под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, освободили Москву от польских интернатов. Интервентов. Манина, Минина. Все, последний раз. Группового заражения педикулезом в Лабытнанге выявлено не было, но единичные случаи нередки. Водках. Корреспонденты ЛТВ всегда готовы помочь. Подожди, что ли? Кто это писал, блин? Я это писал. Давай еще раз. Господи, кто написал эти километры просто слов? Репортаж моего коллега. Что-то я какая-то кривая, не? Башка у тебя вот такая. Чего не понравилось? Сохраняйте спокойствие. Первой в очереди за ранний минус. Да что ж такое-то, а? Ну и облагороженная территория с малой арпетитурной формой, которая в свою очередь стала украшением всей улицы. Тему продолжит Елена Волкова. Всей улицей оно прям стало украшением. Писаки. Долг платежом красен. Лабыднанские приставы вновь вышли на весеннюю... Весеннюю охоту, скорее бы весеннюю охоту. Долг платежом красен. Лабыднанские приставы вновь вышли на весеннюю охоту. Да что такое весенняя охота? Да весенняя охота еще 7 месяцев. Да что я вижу, гляжу в книгу, вижу фигу. Накануне вечером глава города Марина Трескова вручила 4 свидетельства о праве на получение эссенциальной выгоды. Что я сделал? Ягодка, ягодка, расскажет, расскажет и покажет наша съемочная группа. Я Андрей Симоненко. Нет, подожди, стоп, не так. Все, последний дубль. Канал ЛТВ на YouTube и наш официальный сайт lbtdfiz.ru Тучкуру, тучкуру. Все, теперь точно последний. На этом наш выпуск завершен. Я благодарю вас. Говорят, что ошибки это наука, помогающая нам двигаться вперед и становиться лучше. Ну а сегодняшний Всемирный день телевидения и наша программа «За кулиси» хорошая возможность убедиться в том, что ошибки могут дарить людям улыбку и мех. Смех. Спасибо.